Приветствую вас, уважаемые зрители. Вы смотрите канал People Life. Благодарю вас за то, что вы с нами. У вас прекрасный выбор, прекрасный вкус. Подпишитесь на наш канал. У нас каждый день новая свежая выпуска на тему эзотерики, нумерологии, тарологии. В общем, вам понравится. Если не понравится, можете написать, что не так. Тоже любим конструктивную критику. Меня зовут Алексей Курбан. Сейчас будет интересный разговор. Дата записи этого разговора 26 апреля. С нами на связи Людмила Хомутовская. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас. Неделя подходит к концу. Сегодня пятница на календаре. Большое количество разных новостей от той новости, что за границей украинцам не выдают паспорта. Их можно получить только на территории Украины. И заканчивая тем, что в ТЦК опять большое количество очередей, желающих идти воевать. Но желающих, непонятно, по принуждению или по собственной воле. Как вы видите, насколько ситуация с получением загранпаспортов сейчас может расколоть общество надвое? Потому что страсти бушуют чертовски непредсказуемые. Здесь не хотела тему расколоть общество, потому что будет ли напряжение в принципе в обществе, да, будет. И вот эта история, что сейчас творит власть, как раз я бы сказала, что она будет запускать какие-то процессы внутри страны, которые приведут о том, что мы говорили по колесу фортуне и по башне. То есть это давно показывают. И даже что-то там поставят на паузу. Вчера показывали, сегодня показывали. Поэтому здесь могут какое-то время вот этот закон, который они сейчас ввели, поработать, а потом откатить назад. Почему? Говорю о расколе. Марьяна Безуглая, она известна своими очень неприятными выражениями, говорит, если вы не видите себя украинцем, то сдавайте паспорт, оставайтесь в другой стране. И даже призывает украинцев выполнять свой долг или отказываться от украинского гражданства. А те, кто экспертны в этом мнении, говорят, что это вообще не поможет сейчас ситуации и что это все только усугубляет. Поэтому спрашиваю, ответ получил, что в принципе этот закон может откатиться. Как торология, как торо может ответить на вопрос, насколько серьезно сейчас будут приняты меры по отношению к украинцам в Польше? 200 тысяч украинских мужчин там, и Польша готова, сприяты их возвращению в Украину. Украинцам в Польше придется заканчивать свое пребывание там? Ну, украинцам в Польше здесь точно урежут какое-то финансирование. То есть здесь история урезания экономии, и при том довольно так глобально вот это будет. Дальше мы законы, которые, что называются, драконовские, и в принципе будет там сложно. Поэтому мы на выходе увидим, что люди просто будут уезжать с Польши. Вот такая история. То есть здесь иллюзорность в принципе всего, что делает Польша, потому что они от этого не выиграют. Они это поляки или они это украинское руководство? Нет, здесь ты спрашивала со стороны Польши. И я могу смотреть со стороны Польши. Благодарю, благодарю. Германия сказала, что даже если у украинцев будут просрочены паспорта, будет оставлять их у себя. Германия для украинских беженцев, мужчин или женщин, без разницы, беженцев, безопаснее, чем Польша в этом плане? Беспроблемнее? Ну, на самом деле, смотри, безопаснее, да, безопаснее, но здесь и другое у нас послание. Здесь послание, что объявив это, Германия как бы зовет их к себе. Здесь своя политика и своя история. Поэтому здесь, знаешь, выиграть больше. И Германия на этом заработает, получит, получит какие-то дивиденды, потому что мы понимаем, что какие мужчины поедут. Молодые, те мужчины, которые могут работать. Никому не интересны пенсионеры, как ты понимаешь, а вот молодые всем хочется. Вот это мы будем видеть. Благодарю. Начинается все смешиваться в большой геополитический салат. Так, еще новость, которая меня очень зацепила. Украине понадобится время до 26 или 27 года, чтобы развить мощное контрнаступление при сохранении поддержки Запада. Теоретически, Украина, два вопроса. Война неужели может длиться до 26 или 27 года? Да. И второй вопрос. Может ли быть перемирие а-ля заморозка и вторая часть войны, которая будет с наступлением украинцев на Россию? Ну, смотри, перемирие или а-ля заморозка здесь, ну, правильно сказать, наверное, потуги точно будут, только они ничем не увенчаются в конце концов. Поэтому я не вижу перемирия. А если мы спрашиваем, может ли быть война до 26-27 года, да, здесь как раз говорят, да, что это может быть. И это вполне даже возможно, потому что здесь недостаточно ресурса. Почему? Потому что недостаточно ресурса, оно требует какого-то накопления. Вот такой нам ответ. Помощь, которую предоставила Америка в виде 61 миллиарда долларов, придет тем, кому она предоставлена в ближайшие сроки? Смотри, придет ли эта помощь? Я думаю, что она придет. Но придет ли она вся? Вот здесь у меня вопросы. Потому что часть точно уже в дороге, часть как-то двигается. И вообще не удивлюсь, что она, например, в Украине. Часть еще будут, то ли там бюрократия какая-то будет. Потому что здесь те, кто должен быть на страже, да, они там начинают мутить что-то с этого свое. И по правосудие, то есть здесь условно перевернутое правосудие, которое говорит, что американские чиновники тоже с такими своими фокусами. А вторая история здесь у нас еще карта смерть. И она часто говорит о том, что будут какие-то затяжки. Поэтому прийти, то она придет. Но вот когда она вся зайдет, вот у меня в это вопрос. Такая большая сумма денег, она приближает окончание войны или мы находимся в той же точке? Потому что говорили, если бы раньше, это может что-то сделать. А сейчас это уже дорога ложка к обеду. В последнее время вот прям одна и одно и то же. То есть вот эта помощь, она на оборону. Вот как бы все говорят сейчас о том, что пойдет какое-то наступление и так далее. А нам говорят, нам бы остановить и обороняться. Поэтому, как ты понимаешь, она не приближает, а просто дает нам защититься, дает какие-то силы. Угу. Время. Время. Время и силы. Еще маленький вопрос упустил по поводу Литвы, которая тоже может вернуть украинских мужчин призывного возраста, а не последует механизму Польши. Произойдет ли это? Литва будет ограничивать в правах украинских мужчин, которые находятся на ее территории? Ну, это как часть договора. Поэтому я думаю, что в любом случае будут подобные заявления и очень сильно ограничивать. Так что мой ответ – да. Готовимся. Так, Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция планирует захватить Кобринский район, объявить новую власть, обратиться к НАТО по поводу войск и так дальше. Короче, вопрос простой. То есть сейчас в Беларуси опять что-то происходит. Беларусь может объединиться с Россией в агрессии против Украины в этом году? Они вступят в войну против Украины? Я все-таки думаю, что они не вступят. Хотя совместное сотрудничество как остается, но вступит ли? Вот я думаю, что нет. Потому что я боюсь, что это будет последняя капля в Беларуси. Это вот эта капля, которая разрывает стакан. Если сделают, то разорвет. Это может произойти? Может внутри Беларуси произойти что-то, что вызовет народное негодование? Вот если они войдут в войну, то, что ты предлагаешь, это я делаю. То есть здесь сразу нам показывают моментальное поднятие всех и вся, что называется, мертвых и живых. И прям за колод. Вот это начинается сопротивление. Это как-то революция. Бунт протеста. Вот так. Так что здесь по башне, потому что все-таки не рискнут. Но Кремль еще хочет втянуть Беларусь в Россию. Беларусь в войну планирует? Делает все для этого возможное? Ну, Кремлю трудно. И здесь было бы очень хорошо, если бы это все сделали. Но он тоже боится. Я все-таки думаю, что они собирают то ли какие-то данные, то ли чем-то там они уже распоряжаются. Но здесь вот прям страх вот что-то подобное сделать. Благодарю. Так, еще вопрос. Если Россия захватит Часов Яр, это откроет ей дорогу к оборонному поясу. Насколько серьезно то, что сейчас происходит в Часовом Яру? Часов Яр может быть захвачен до 9 мая? Есть такая угроза? Я не уверена, что это до 9 мая. Но захватит ли вообще? Да, мой ответ захватит. Здесь ничего я не могу исказить. Потому что на самом деле они очень близко. Имеют огромное количество потенциала. Здесь просто показывает, что накоплено ресурсов. Они действуют нестандартно, нагло и так далее. Поэтому как бы 9 мячей, что это подходит к тому, что они его захватят. Так что здесь просто дело времени. Как это может повлиять на линию обороны? Очень негативно. Негативно обычно. Может ли быть это поворотная точка в оборонительной войне сейчас? Захват Часов Яра? Для украинских сил. Ну, это будет нехорошо. Потому что огромное количество, опять же, смертей. И вот просто желательно этого не делать. Могут ли взять в окружение? Могут. Поэтому это не самый лучший сценарий, какой только может быть. Лучше бы этого не было. Лучше бы этого не было. Благодарю. Так, и это был такой последний вопрос из разряда вопросов. От наших зрителей под разными видео в комментариях поступает вопрос, как пройдет Пасха в этом году в украинских городах. Я решил, с вашего позволения, просто небольшой прогноз на Пасху. Это 5 мая произойдет в этом году по большим украинским городам юга, востока, центра и западной части Украины. Великдень, 24-го року, 5 травня, Одесса. Насколько это небезопасный момент для Одессы? Смотри, Алексей, я посмотрела за тобой для начала вообще Украину. Сказать, что у нас будет спокойно, нет. То есть у нас условно нам показали, что полуукраины будет активно, половина нет. Будут ли у нас в этот день обстрелы вообще по Украине? Думаю, что да, они будут. Если вообще полностью сказать, скретно на этот день. Если мы берем Одессу нашу прекрасную, будут ли прилеты? Будут, но больше всего, что там просто позбивают, как на выходе. Вот такой. Но спокойствия здесь точно не будет. Благодарю за предупреждение. Николаев, 5 мая, выходные, 4-го и 5-го мая. Пасха, Волыгдень. Маколаев. Ну, тоже и по Николаеву. Здесь, конечно, не Одесса, слава богу. Но в любом случае там будет лететь. И в любом случае там активно. Показывают, что тоже сбивают, но очень напряженно. Я даже думаю, что это не один раз и не два. Благодарю. Херсон в той же части нашей страны, юг. Ваше послание для жителей Херсона. Ну, Херсон у нас, в принципе, страдает больше, да, чем мы смотрели предыдущие области. Поэтому я не могу сказать, что там как-то тихо. Здесь хорошая новость, что именно хорошая, что все-таки здесь сбивают. Но вот это солнышко, которое говорит горячо, и придется прям защитникам очень сильно отбиваться, ты понимаешь, ничего такого легкого для херсонцев не несет. Благодарю. Благодарю. Дальше перемещаемся на восток. Харьков. Харьков, в котором последние дни пытались сломать дух тем, что сломали телевышку, но как выяснилось, она не такую несет уже и не такой смысл, как это подают россияне, но все равно очень неприятно. Харьков на Валыгдань. Как ведет карта Таро? Интересно так по Харькову, но Харьков сам по себе он интересен, да. И здесь будет ли активность, да, будет. Но просто наших людей не сломить, они себе будут праздновать, прям показательно праздновать и показывать. Поэтому здесь праздник будет, хотя напряжение тоже будет. Маленький офф-топ вопрос. Церкви в эту ночь, это небезопасное место для украинцев? При том, что у нас комендантский час, нельзя светить на всеношную Пасху. Церковь представляет собой место с потенциальной угрозой в эти дни? Представляет. Здесь прям сразу говорят, что это место ужаса, и при том такое самое ненадежное место, нежелательно там было бы быть, в принципе, и здесь еще и страшный суд. То есть не хочу нагнетать вот ни в коем разе, но если даже вы там будете, постарайтесь максимально быстро оттуда уйти. Благодарю. Ну а дальше Днепр. Днепро. Насколько в этом городе? Непрособинная опасность. То есть вообще вот эти дни, я насколько понимаю, там довольно сложный период, даже жертвы нам здесь дают. И даже если сравнивать с другими, как-то вы не в лучшем свете светитесь, поэтому максимальная безопасность. место большого сбора, какие-то суперактивные места. Здесь, в принципе, у нас рыцарь Жезлов. Не удивлюсь, что это что-то, какие-то, я не знаю, то ли места, где люди приезжают, отъезжают, как здесь продвижение, вот что-то. Благодарю. Благодарю. Чернигов. Чернигов Сумы. Как север Украины. Вы знаете, что Чернигов, что Сумы, они на таком, просто высочайшем уровне опасности. Я даже не могу сказать, где легче, то ли это Чернигов, то ли это Сумы. Будут ли прилеты? Будут. Будут ли, если мы смотрим по Сумам, какие-то жертвы, и при этом это какие-то жертвы мирного населения, прям вот женщины, вот такое. Если мы смотрим Сумы, там больше оно, конечно, переходит на уровень военных, на как-то всего, что связано с военными, но там та же самая история. Поэтому, как ты понимаешь, нет, нет вот этого покоя. Боже, все города, которые мы обсуждаем и смотрим, покоя нет. Но, возвращаясь к вашему предраскладу, в Украине не будет спокойно нигде. Киев. Киев и область, столица Украины. Где лучше, где лучше не быть? Что может нести угрозу? Про церкви мы уже поняли. Ну смотри, Киев у нас почему-то очень сильно все-таки вылазит ночь по Киеву, если мы уберем. Днем, что называется, будет как-то полегче. Будут ли прилеты, я даже думаю, что это будут какие-то показательные, потому что есть команда сверху, прям что показать, что прям отсветить, то есть это для телевизора, поэтому как-то будут ночью особенно агрессивные. Днем там как-то уже чуть-чуть подпустят. Так что здесь ракеты как минимум и шахеды само собой точно будут. Ох, самое неприятное ложиться в такую ночь спать или просто наступает ночь и ты прислушиваешься каждому сигналу воздушной тревоги. Будьте аккуратны, дорогие зрители, будьте внимательны. Дальше Полтава и за ней Винница. Полтавчане часто спрашивают и говорят, что то не трогали Полтаву, последнее время начали обстреливать регулярно. Ну, смотри, Полтава, есть ли прилеты? Здесь есть, но здесь же просто потому, что они как логистика, как дорога, движение, ну, полтавчане не поймут. И за Полтавой кто у нас был? Винница. Винница. Я бы сказала, что Винница здесь относительно нормально, потому что если в Виннице будет работать, то это что-то на уровне ППО и в принципе как бы мы будем радоваться. Поэтому это как сбросят где-то, ну, то есть это меньше потери, чем могли бы быть. благодарю. Это было послание для жителей Винницы. Дальше перемещаемся в западную часть Украины. Львив, Ривна, Львив. Для начала Львив, західная столица. Смотри, я не думаю, что это будет Львов, по мне это будет область, как опасность для области, потому что сам Львов вроде бы здесь нормально, а здесь что-то, что в области. А если мы берем Ровна, то Ровна, слава богу, или Ривни Украинскую. Ривни у нас просто, что это как маршрут для руху. Так что, если будет там быть ППО, я думаю, что будет быть. Но это не направлено точно на Ривни. Не цель. Не цель. Не цель. Хмельницкий и Луцк. Хмельницкий по вас зрозумелым причинам, насколько может быть небезопасным в этом месте, в области. Хмельницкая напруга тут велика. Знову же, туда, куда летело. И всем зрозумело, куда летело. А если мы смотрим Луцк, то Луцк это все-таки как система захисту, как в Ривнаме. Они просто тих, кто остановит. Так что, это больше как работа на ППО, работа каких-то захисников на рівні того, что может там сбивают шахед и что-то подобное. Благодарю. И остальное место Ивано-Франківськ. Ивано-Франківськ. Там может идти по маршруту. Так что, моя ответ там будет все больше спеці таком в разрезе карт Таро и этой соцсети, но все же начали говорить украинские политики все чаще и все громче о том, что нужно запрещать ТикТок как социальную сеть на территории Украины, потому что она помогает просто деградации детей, меняет сознание, делает наших детей тупее и вообще страны, которые беспокоятся о своем будущем, давно уже запретили эту платформу. Как бы карты Таро ответили на вопрос, влияет ли на сознание детей и подрастающего поколения социальная сеть ТикТок? Нужно ли ее запретить? Несет ли она опасность? Ну, смотри, влияет здесь двойка Пентакли, да, двойка Пентакли говорит, что возможно, это, знаешь, что-то, что быстро двигается, да, вот здесь вот, наверное, это вот это как клиповое мышление или что-то подобное говорят, и здесь как иллюзорное опять мы возвращаемся к тому, что это как урывчатые знания, и вот эти урывчатые знания, они не дают вот этого полного видения мира. Искажает, меняет, человек тупеет, и потом не может ответить на вопрос простой, примитивный, без телефона, это уже не говоря о том, что просто удержать внимание, когда человек что-то говорит, это сейчас очень большая проблема. Спасибо вам большое, благодарю вас за ответ, надеюсь, вы не смотрите ТикТок, я не смотрю ТикТок, потому что не дай Боже. Ну и зрители могут написать, что вы думаете на этот счет, как ваши дети, ваши внуки сидят ли в телефонах, запрещаете ли вы им смотреть этот ТикТок, и как бы вы отнеслись, если бы эту соцсеть запретили, хорошо или плохо, напишите, пожалуйста. Людмила, благодарю вас, спасибо вам большое за внимание и за ответы. До свидания. До свидания, до свидания. Друзья, вы смотрите канал People Life, я благодарю вас за то, что вы были с нами, оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, у нас каждый день новые и свежие выпуски, самые актуальные, вопросы, ответы при помощи карт Таро, в общем, вы сами все знаете. Берегите себя, впереди непростое время, как и было до этого, но мы держимся и будем держаться. До зустречи в наступных выпусках, бывайте. Редактор субтитров А.Семкин